С гадалкой Алина Вячеславовна познакомилась у банка. Женщина заверила пенсионерку. Вскоре ее ждет большая беда. Чтобы снять порчу, нужно провести обряд. И я вот как теленок пошла за ней. Она говорит, у вас все деньги? Я говорю, у меня дома еще 5 тысяч. И пришла, и эти 5 тысяч туда положила. Это я получила 249. И еще 5 добавила. И вот эти все деньги потащила ей. Она говорит, вот теперь нам надо пройти через два перекрестка. Потом, говорит, она мне отмотала нитку. И вот эту нитку, говорит, вот 40 шагов сделай и там-то закопай. Я поперлась. Ужас. Сама теперь смеюсь и плачу. И смех, и грех, да? И, в общем, это, пока я... И, говорит, не оборачивайся. Закопав нитку в землю, пенсионерка обернулась. Незнакомки с деньгами уже не было. На этих кадрах вторая потерпевшая. 78-летнюю жительницу заводского района целительница встретила у рынка. И пообещала, что после обряда пенсионерка забудет о боли в ногах. И она стоит за дверью там. И рвается, говорит, стой там. И все-таки она вошла, у входа стоит. Я пошла, достала кусочек мыла и пошла за солью. Насыпала соль, даю ей мыло. Она говорит, ну, деньги-то берешь или нет? Вот эти деньги. Завернула я в какой-то платок. Вот сюда положила. Она говорит, ты... Вот что-то помню. Она говорит, ты мне их не давать, ты их положи сюда. А курт была, я их положила. И пошла. Вот зачем я пошла на улицу? Не знаю, чего меня понесло. Она идет, и я вместе с ней. Она говорит, что ты держишь-то эти деньги. Вымыла она их. Вот так, вымыла, посмотрела и опять положила. Вот. Отошла. И там вместо денег уже бумажки. Вот нарезанные бумажки. Потерпевшая, оправившись от шока, обратилась в полицию. По факту кражи одного миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанных преступлений задержана 49-летняя жительница города Волгоград. В отношении нее избрана мера пресечения – домашний арест. Напоминаем, что жертвами контактного мошенничества чаще всего становятся люди старшего поколения. Предупредите родственников о том, что нельзя доверять незнакомым людям, впускать их в квартиру и передавать денежные средства за оказание каких-либо услуг. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.